Перед тем, как начать рассказывать про Ярославль и Ярославскую область, что ее ждет в ближайшие 3-4 года, хочу пометочку еще одну сделать. Вот смотрите, как я уже говорил, маленькой, крохотной, обгрызанной большевиками за 30 лет, значит, Псковской области, огрызли ее с 27 по 58, раздавали территории соседям Тверской, Новгородской, до этого Ленинградской области подарили кусок. Значит, несмотря на это, в Псковской области 14 городов, запомните, 14, а в Тамбовской, которая и побольше, и по численности населения, 8 городов. Вот вам, пожалуйста, разница. Каждая территория выживает как может. Малые территории с малым количеством населения общего, они хоть укрепляют как-то территорию свою городами, значит, а тамбовцы, они, значит, особо городов не распространяют, понимаете. Восемь им, говорят, достаточно. При том, что в Тамбовской области почти миллион проживает 966 тысяч 250 человек. А в Псковской гораздо меньше. Там в Пскове в одном всего-то даже 200 тысяч нет. А в Псковской всего даже 600 тысяч нет. То есть население больше, городов меньше. А в Пскове наоборот. Население меньше, городов больше. Я думаю, что в Российской Федерации никто не занимается вот этой демографией по-настоящему. Беря территорию, количество городов, количество населения, какая часть населения проживает в городах, этой серьезной работы, насколько я вижу, беглым взглядом, посмотрев на это все, копнув эту тему. Это вообще не моя тема. Но пришлось, как видите, из-за своего этим заняться. И я вижу, что никто этим не занимается. Итак, давайте посмотрим Ярославлю. У Ярославля, города древнего 11 века, 1010 год, первое упоминание, это год Меркурия, Иуда Искариотского, 30 серебряников, торговый город, поселение торговое на пути к Москве и на запад. Значит, у этого города нету дня своего праздника. Последняя суббота мая, и до свидания. Вот и весь Ярославль. То есть дату образования Ярославля они не нашли по какой-то причине, не знаю по какой. Опять же, я против, что в субботу праздник был. Суббота поминальный день, надо ходить на кладбище, поминать усопших, идти на канон в храм, свечки ставить, сбегал, пошел, отдохнул, погулял, пикник и так далее. Сделай вначале почти память, а потом иди гуляй, развлекайся. Вот для чего суббота в христианстве, кто не знал. А день города в субботу делай. Для этого есть воскресенье, праздник, колокола звучат, пасхальные звуки, переливы, настроение, день воскресный, день солнца. Радуйтесь, веселитесь. В субботу. Это вот как раз о том бартаке, который в стране есть. Одни города встречают в субботу и гуляют два дня, другие только в воскресенье и гуляют один день. Как так это? Я не понимаю этого. Итак, дальше. Значит, в 1071 году город уже обрел свое название и статус полный. Это год Марса, Ариса, Бога войны, разрушения конфликтов, завоевания. 1071 год. И поэтому Ярославль столько раз подвергался разрушениям, сожжениям и так далее и тому подобное. Шесть районов городских в городе, численность населения 570 824. Вот опять же к вопросу. Понимаете, сколько всего? В Тамбове 291 тысяча, в Ярославле 570. Вот казалось бы, как так, почему? Тамбов в Ярославле. Ведь они не на огромном расстоянии находятся друг от друга. Там 300 нет, а тут за полмиллиона перевалило. Тоже вопрос. Шесть районов. Ну, большой город, территория большая. Это видно. Так что по городу ничего сказать не могу. По прогнозам я ее веду. Переходим на саму область. 11 марта 1936 год. Среда, Иудин день. 30 серебряников. Номенклатурная дата большевиками придумана. Ярославская область была в границах, в которых она есть. Зафиксировано. Великий пост. Я даже посмотрел, не поленился, когда начался Великий пост в 1936 году. Все еще жили люди, которые чтили традиции, в храмы ходили и прочее. Третья неделя Великого поста. Была создана Ярославская область большевиками. Как вам? Значит, мало того, что в среду Великий пост. Третья неделя. Третья среда Великого поста. Получите, распишитесь. Высокосный год, 36-й. Сатурн, субботний. Опять же, все это для промышленности. То есть, делили эти города, эти территории, в смысле, области. Мельчили их. Разрубали большие губернии на куски. И придумывали большевики новые области. Именно с этой вот целью. Промышленность, 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 заводы, заводы. Уничтожить класс христианства, зажиточного. Позабирать земли, сравнять кладбище, понастроить заводы в здании, зэками, не зэками. И чтобы жила страна родная. Это вот мое мнение. Значит, в современных границах город, значит, оказался в итоге 13 августа 44-го года. Передел вот этих территорий Ярославской области наконец-то завершился. Это было воскресенье, 13 августа 1944-й год. Тогда, помните, крошили, крошили. Калужскую создали, Тугу присоединили. Там в других областях в 44-м тоже там еще краили. Если война идет, они уже кроют, кроют территорию, что-то придумывают. Нечем заняться, понимаете? Других проблем нету. Территорию кромсать. Население Ярославской области, слава богу, больше миллиона. 1 миллион 194 тысячи 605 человек по переписи прошлого года. Это, наконец-то, миллионник области Ярославская. Потому что я до этого смотрел, ни Тамбовская не дошла еще до этого. Надо подтянуть 33 750 человек добавить, и будет Тамбовская область миллионником. Дай бог, в нашей жизни, при нашей жизни это случится. Значит, в Псковской области это не грозит. Там 587 тысяч. Это понятно. Так, посмотрим, быстренько полистаем. Так, Липецкой это тоже не грозит. Так, по Орловской тоже бесполезно, крохотно все там мало. Так, по Тверской тоже там далеко. В общем, проблемы, проблемы, проблемы. В Калужской, я так понял, тоже нет. В Самарской есть, там сам город, ого-го. Ну, в общем, так вот полистаешь, полистаешь, и грустно все становится. В Воронежской, Брянской, Курской, Белгородской еще тянуть и тянуть до миллиона и превышать эту проблему. Вот Ярославская порадовала. Даже в Смоленской еще нету миллиона. 873 тысячи. Я об этом скажу следующим людям. Давайте про Ярославскую вернемся. Итак, большевики, Великий пост, Третья среда, Иудин день, Великого поста, придумали Ярославскую область в ее границах. Крамсали, Крамсали до августа 44-го, слава богу, остановились. Хрущев уже не трогал, не перемещал территории, как он любил. Волентаризмом своим то одно, то другое делать. Значит, население, еще раз, 1 миллион 194 тысячи 605 человек. 11 городов. Меньше, чем в Псковской, меньше, чем в Тамбовской. В Тамбовской 8, в Ярославской 11, в Псковской 14. А население совершенно другое. Тоже полный бардак в этом. Ну, я понимаю, для чего делают отдельные территории, города, города, городского типа, поселок. Чтобы больше финансирования было. Надо придумать, понимаете, побольше городов. И побольше выделяли, чтобы, особенно дотационные регионы. Вот на эти уловки многие идут. Сейчас наверняка с этим будет строго, после СВО, экономии и так далее. Нас же после СВО ждет жесткая экономия. Это уже, наверное, все поняли. Война тогда рано или поздно закончится. И мы потом еле-еле будем к нормальной, мирной жизни возвращаться. Экономия на всем. Значит, теперь по Ярославской области. Субботний год. В прошлом году субботний год. 11 марта. Суббота. В этом году понедельник, день Луны и Небесной иерархии. 25-м вторник, 26-м среда. До 27-го года Ярославская область в напряженном, нестабильном ритме живет. Экономически нестабильном. В плане численности населения то же самое. Под угрозой обстрелов. Угроза со стороны воздуха, опять же, обстрелов. Снаряды, ракеты. 24-й, 25-й, до 26-го года угроза существует. То есть стабильности нет. Опять же, суббота, понедельник, вторник, среда. Плохой расклад. Поминальный год. Год медицины. Год военный, агрессивный. 25-й, день города в марте, придется на вторник. То, что посты постоянно великие. Но это уже Ярославская область к этому приговорена. Тут ничего не поделать. Тоже ограничения. Еще раз. Если область образована в постный день, как всемирное воздвижение Креста Господня. Постимся, каемся, молимся. Значит, в память о распятии. Или в пост. Значит, эта область уже мистически, духовно ограничена. В аскетизме пребывает. Сдерживается незримо в своем развитии. Это понятно абсолютно. Как человек построжденный. Как что-либо созданное. Вот хотите верить, хотите нет. А это именно так было, есть и будет. Значит, вот такая, собственно говоря, история про Ярославскую область. Я для себя многое тоже узнал. Как ее карамсали большевики. Давайте еще посмотрим, значит, Ярославская область. Было антисоветское восстание в 18-м году в Рыбинске и в самом Ярославле. Борьба кровавая в годы Гражданской войны подавляли. В январе 29-го года после ликвидации губернии территория бывшей Ярославской губернии вошла в состав Ивановской промышленной области. Ивановская область, о которой я расскажу чуть позже, это абсолютно придуманная большевиками территория. Абсолютно. Никакой Ивановской губернии или области не было до прихода к власти большевиков. Это вообще был поселок до 1871 года. До времени Александра II. Это вот Краилья и так далее. Дальше. 11 марта, вот то, что я вам рассказывал. Третью среду Великого поста, 36-го года. Из Ивановской промышленной области обратно забрали. То есть в 29-м отдали в Ивановскую промышленную территорию. Потом обратно. 7 лет прошло, забрали обратно. Вот так большевики работали, большевики. Идиоты эти. Дальше. Значит, была выделена Ярославская область в составе 36 районов и 15 городов. Помните, да? Сейчас 11 городов. Тогда было 15. Это в 36-м году. В том числе трех городов областного подчинения. Ярославль, Рыбинск, Кострома. Ага. Костромскую-то область большевики придумали. Оттяпали от Ярославской. Вот оно-ка. А вы что думали? Древняя область, что ли, была Костромская? Сейчас. Все большевики настрогали. Далее. В состав области вошла территория бывшей Ярославской губернии. Так, значительная часть Костромской, Переславский уезд Владимирской губернии. Так, значит, территорию укропнили Ярославскую. Это в 30-е, 36-е. Два миллиона человек. Оставшаяся часть Ивановской промышленной области переименована в Ивановскую область. Я об этом расскажу. Так, дальше смотрим. Значит, как они боролись с наводнениями, там, понятное дело, промышленный центр превращали в первую пятилетку особенно. Ярославская область стала крупным центром энергетики. Помимо этого была устранена опасность наводнений, улучшенные условия судоходства на Волге. Накануне Великой Отечественной войны Ярославская область была одной из наиболее промышленно развитых в Центральной России. Во время Великой Отечественной войны область подверглась бомбардировкам, наиболее разрушительные из которых произошли в ночи на 10 и 21 июня 1943 года. Вот там были заводы, фабрики, все выпускалось для фронта, все для победы. Вот такая трагическая история. Только поднимаешься, на тебе разрушение, еще какое-то, еще какое-то. Вот это, что означает создать территорию Великий Пост, как это сделали большевики. Спасибо, что выслушали. Ставим лайки, подписываемся, распространяем, комментируем. Это видео жду на приеме. Еще раз. Суббота, понедельник, вторник, среда до 27 года. Плохой расклад по экономике, по росту зарплаты, по росту ЦЭД, по росту недвижимости, испытания, переориентирование на военные рельсы. Потом обратно будем переводить на гражданский. Вот вся эта канитель, нервозность, эта тревожность социальная и другая будет длиться до нестабильного периода, до марта 27 года. Идем дальше. Продолжение следует.